Скажу вам историю из начала XVIII века. По-настоящему начала открываться теория вероятности именно тогда. До этого, конечно, тоже отдельные задачи решали и так далее. Но Якоб Вернули, была такая великая семья Вернули, они многое очень сделали для математики, доказал закон больших чисел. Якоб Вернули родился в 1655, умер в 1705 году. Всю жизнь в городе Базель, это Швейцария. Книжка его называлась «О законе больших чисел», или написана на латыни «Арс конджектанти». Книжка была опубликована в 1713 году. То есть, как легко посчитать, через 8 лет после его смерти. Дальше она была в 1899 году издана на немецком языке. В 1913 году она была издана на русском языке. И у меня даже русское издание есть. В 86-й год, в 1686 году. Вот, ребят, для того, чтобы вы поняли, с каким трудом возникала теория вероятности, давайте я прочитаю несколько фраз из Якоба Вернули. Длинный текст, который я вообще не хочу читать, а дальше написано, значит, одна из важных вещей. «Догадкам не место в тех вещах, где можно достигнуть полной достоверности». Или «Недостаточно взвешивать один или другой довод, но нужно добыть все, которые могут дойти до нашего сведения, и которые покажутся годными в каком-нибудь отношении для доказательства предположения». Или «Следует не только рассматривать доводы, приводящие к утверждению, но и все те, которые могут привести к противоположному заключению, даже после долгого обсуждения тех и других стало ясно, которые перевешивают». Или «Для осуждения о вещах общих достаточны доводы, отдаленные и общие, но для осуждения о частных вещах следует присоединять так, где доводы более близкие и специальные, если только такие имеются». И так далее. «Но, например, что в некотором случае полезно, но ни в каком не вредно, следует предпочитать тому, что никогда не приносит ни пользы, ни вреда». Или «Не следует оценивать поступки людей по их результатам, ибо иногда самые безрассудные поступки сопровождаются наилучшим успехом, а разумнейшие же – наихудшим». Или «В суждениях наших следует остерегаться, чтобы не приписывать вещам более, чем следует, и не считать самим, а равный ненавязки другим за, безусловно, достоверное – нечто такое, что только вероятнее другого». И последнее. «Однако, так как только в редких случаях можно достичь полной достоверности, то необходимость и обычай требуют, чтобы нравственно лишь достоверное считалось, безусловно, достоверным». Ребята, ну вот с современной точки зрения такой густой бред, правда? Тем не менее, это пишет замечательный тематик. Это понятно? Нет, это в основном как философия, понятно. А теперь еще одна вещь. Вообще-то, алгебрическая символика была придумана более-менее в XVIII веке. Поэтому его доказательство вообще-то написано почти все словами, и там мало-мало формул. Ребята, в результате вот в этой книжке, которую я держу в руках, доказана одна теоремия – закон больших чисел. И доказана она вот этим самым Яковом Бердулле. Ну, доказательство, конечно, совсем не такое длинное. Я сейчас скажу точное количество страниц. Начинается на 33-й странице, заканчивается на 39-й. 7 страниц. Остальное – это, в общем, всякое. Правда, плюс еще здесь довольно большие исторические статьи, написанные уже современными математиками, где сейчас без дураков просто рассказано, ну, действительно, о теории вероятности, вот, о том, как есть. Так вот, ребята, доказательство Бердулле отличается от того доказательства, которое было рассказано на прошлой лекции Александру Канчуше. Чем отличается? Тем, что Шейн использовал то, что называется дисперсия. Помните, он там квадрат возводил, да? И этот самый прием дисперсии был изобретен в 19-м веке. А, собственно, Бердулле этот прием не знал. И, естественно, что поэтому он не мог все это, так сказать, рассказывать так вот легко по Чебушеву так. Я все-таки еще зачитаю. Про то, что доказательство Бердулле было, ну, или как, придумал он его, очевидно, намного раньше, чем Бумер. Причем намного раньше. И он допишет, типа, на 20 лет раньше, или на 30. Но это уже никогда не проверишь. Потому что опубликовано было то, что осталось после его смерти в бумагах, вот без этого, да? Опубликовано в 1713-м, а умер он в 1705-м, да? Так вот, то есть где-то в ближе к концу 17-го века Бердулле придумал это свое доказательство, которое я вам все это расскажу. А вот давайте все-таки даты про Чебушева. Оказывается, что Пафнути Львович Чебушев опубликовал работу о доказательстве закона больших чисел в 1866-м году. Так, Чебушев жил с 1821-го по 1894-й год. Приехал за несколько лет до него, а именно в 1853-м году французский математик Бьенни Мэй опубликовал то же самое рассуждение. Ребята, заметьте, пожалуйста, вот великое счастье математики, что в большинстве случаев политики до нее не дошли. Достаточно, чтобы об этом узнали какие-нибудь там политические деятели, и сразу начнется маленькая очередная французская война. Как так? На нашего Чебушева объявляли? Да абсолютно нормально. Потому что развитие математики подошло к этому моменту. Потому что люди поняли, что случайная величина, люди поняли, что неплохо бы в квадрат возводить. Это открытие было абсолютно неизбежно. Что такое дисперсия? Невозможно не понимать, если вы немножко снимаетесь теорией вероятности. То, что во Франции открыл в 1853-м году Бьенни Мэй, то, что в 1866-м году Чебушев то же самое придумал, это абсолютно нормально. И более того, даже тогда их работу, для того, чтобы не было, что называется, приоритетных споров, в 1867-м году одновременно опубликовали в одном и том же, что это самое лучшее в тогдашнем журнале. Именно для того, чтобы, что называется, все понимали, что два человека независимо придумали замечательную идею, что неплохо бы сумму возводить в квадрат и смотреть на дисперсию.